Дмитрий Кобылкин в режиме видеоконференц-связи провел заседание Совета общественных организаций ветеранов при губернаторе Ямал-Нинско-автономного округа. Главный вопрос повестки – подготовка к празднованию Великой Победы. К сожалению, в последнее время ведется неприкрытая подрывная работа по переписыванию мировой истории. Я думаю, что вы все это видите, наблюдаете через следствие массовой информации. Часто льется просто откровенная лопушь, хотят лишить звания России страны-победителя, минимизировать заслуги нашего народа в этой ужасной войне, которая была развязана Германией. Поэтому одна из первоочередных задач, стоящих перед нами – отставить правду о событиях тех лет. Наша задача – разъяснить молодому поколению истинные уроки войны, привить ей уважение к ветеранам и укрепить чувство гордости за свою страну. Руководители профильных департаментов рассказали о тех мероприятиях к 70-летию Победы, которые уже реализуются в регионе. Директор департамента социальной защиты населения Елена Карпова сообщила, что все категории ветеранов получат к 9 мая специальные выплаты. Директор департамента физической культуры и спорта Александр Эрих доложил, что в автономном округе к юбилейной дате приурочено 74 окружных и 238 муниципальных спортивных состязаний. В сфере образования также составлен обширный план мероприятий. Более тысячи ямальских школьников приняли участие в работе над сочинением «Моя семья в Великой Отечественной войне». 8 апреля пройдет всероссийский онлайн-урок, который проведет министр образования России Дмитрий Уливанов. Планируется, что порядка 95 учащихся школ региона примут участие в праздничных шествиях 9 мая. Директор департамента здравоохранения Ямала Николай Винокуров сообщил, учреждения здравоохранения автономного округа проводят углубленную диспансеризацию ветеранов, в том числе и на дому. Данная категория граждан полностью обеспечена бесплатными лекарствами и зубопротезной помощью. Его коллега-куратор сферы культуры Евгений Колтунов рассказал, что Ямал участвует во всех общероссийских акциях. Кроме того, в автономном округе планируется 260 своих мероприятий. В 2014 году выполнен капитальный ремонт 53 помещений, где проживают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. На эти цели из окружного бюджета израсходовано 15,5 миллионов рублей. Еще пять ветеранских квартир будут отремонтированы в течение этого года. В этом году на территории автономного округа предложено провести акцию «Зарплата одного дня». Государственные служащие автономного округа уже приняли решение перечислить в поддержку ветеранов однодневный заработок, сообщает пресс-служба главы региона. Дмитрий Кобылкин призвал депутатов и муниципальных служащих Ямала поддержать инициативу работников органов государственной власти Ямал-Нинского автономного округа и провести аналогичную благотворительную акцию на местах. Глава региона поблагодарил всех за ту работу, которая уже ведется, и выразил надежду, что все мероприятия, которые еще предстоит провести, пройдут на самом высоком уровне.